Девочки, приветствую вас на втором дне нашего супервесеннего интенсива по снижению веса без диеты тренировок. У нас с вами вчера уже было первое занятие и также первый прямой эфир, в котором я отвечала на ваши вопросы. Также сегодня у нас в моем телеграм-канале будет прямой эфир в 18 часов по Москве. Так что если у вас после просмотра этого видео останутся вопросы, либо просто захочется получить еще больше важной информации, то приходите в мой телеграм-канал в 18 часов по Москве. И сразу пометка для тех, кто с ютуб посмотрит это видео, то в закрепленном комментарии прямо под видео будет ссылка на мой телеграм-канал. И таким образом вы сможете посмотреть не только видео, но еще и принять участие в прямом эфире. Ну и конечно подписаться на мой телеграм-канал. Итак, мы начинаем. Сегодня мы поговорим про воду, про то, насколько она важна. Я думаю, большинство наслышано не только для снижения веса, но и в том числе просто для того, чтобы быть здоровыми и хорошо себя чувствовать. Но, конечно же, нужно определиться, как всегда. Понимать, да, это хорошо, но нам нужно действовать, потому что именно в действии и кроется секрет получения результата. Разберемся вообще для чего и почему настолько важно употреблять достаточное количество воды на ежедневной основе. Все очень просто и лежит практически на поверхности. Наше человеческое тело на 60% состоит из этой самой воды. И даже уже просто из-за одного этого тезиса можно сделать логический вывод, что, соответственно, все процессы в нашем организме жизненно нуждаются в том, чтобы было бы достаточное количество воды. И это действительно так, потому что вода участвует практически во всех обменных процессах. Вода это и растворитель, вода это и проводник. И, конечно, точно так же в том числе нам вода нужна в тот момент, когда мы снижаем свой вес, потому что процесс расщепления жира точно так же связан с тем, чтобы организм выводил эту лишнюю жидкость, которая получилась в процессе расщепления. И, конечно же, многие сейчас уже, я думаю, думают, ну все, конечно, хорошо ты, Маша, рассказываешь, и я знаю, что воду нужно пить, но я вообще-то не привыкла, я не люблю пить воду. И я когда-то так думала, и что же мне теперь заставлять себя пить воду? На самом деле все достаточно просто. И все те возражения, которые я слышу, наверное, каждый день уже несколько лет, связанные с тем, что, ну вот я точно не могу пить достаточное количество воды, на самом деле это всего лишь привычка, с которой человек там живет какое-то количество лет. И, соответственно, если мы понимаем, что это та привычка, которая не приносит нам здоровья, не приносит нам хорошего внешнего вида и здорового веса, то мы можем, и это на самом деле достаточно просто, создать новую привычку. И когда еще такой бывает вопрос, ну вот у меня нет жажды. И на самом деле это как раз-таки повод еще раз задуматься о том, почему же жажды нет. Ведь в действительности это, ну, нездоровое, да, поведение нашего организма. И опять к такой реакции, вернее к отсутствию этой самой реакции, мы свой организм привели сами. Как это происходит? Наш человеческий организм идеально адаптируется к различным условиям. И, соответственно, если на постоянной основе вы не употребляете достаточного количества воды, то ваш организм, да, на таком примитивнейшем самом уровне животным понимает, что по тем или иным причинам, к сожалению, вот так сложилось, да, там в пустыне, может быть, вы живете, нету доступа безопасного, да, там к чистой воде. И организм понимает, что смысла посылать сигналы о том, что, ну вот, жизненно нужно больше воды, нет. Потому что, ну, нет доступа, так сложилось, да, как мы уже с вами сказали. И поэтому тех самых сигналов о том, что жажда есть, нет. Следующий момент, с чем еще это может быть связано, это то, что когда люди рождаются на свет, то у нас, да, там молоко материнское, либо заменитель грудного молока в любом случае являются и водой, и едой. И это так, что сигналы действительно и жажды, и голода, голода очень-очень сильно похожи, да, то есть для нашего организма. И поскольку у нас уже есть, да, проблемы с лишним весом, у кого-то уже есть ожирение, то, конечно, для нас даже сигнал, который поступил о том, что есть жажда, проще нашему организму по привычке истрактовать, как надо что-то пожевать. И это так работает. Хорошая новость в том, что, естественно, это работает и в обратную сторону. То есть, когда мы начинаем пить достаточное количество воды, то всё работает так, что мы начинаем уже со временем, да, отделять. То ли я хочу есть, то ли я хочу пить, и это на самом деле очень сильно помогает. И, конечно, важно сейчас поговорить о том, какое же количество воды является достаточным. Да, потому что есть опять многие, кто уже там какую-то информацию искали, либо несколько там раз предпринимали, да, попытки снижать свой вес, скажут, нужно пить 8 стаканов воды или 2 литра в день. Это очень сильно усреднённая норма. То есть, сколько воды, да, нужно для того, чтобы ваш организм функционировал в здоровом режиме, конечно же, зависит от того, какого вы размера, да, то есть, какое количество веса у вас есть сейчас. И узнать количество воды, которое нужно употреблять, достаточно просто. И сейчас, и это, кстати, будет вашим домашним заданием к второму дню, очень просто. Мы берём вес, вот я прямо для вас приготовила пример. Мы берём вес в килограммах и умножаем каждый килограмм на 25 миллилитров воды. Пример. 80 килограммов весит человек. Соответственно, мы умножаем 80 килограммов на 25 миллилитров. Получаем 2000 миллилитров. Ну и понимаем, что 2000 миллилитров – это 2 литра. То есть, для человека весом 80 килограммов, как раз-таки, норма чистой воды в день – это 2 литра. Естественно, если ваш вес меньше, то вы, конечно же, получите другие, да, показатели количественные. И, естественно, если ваш вес больше, то точно так же вы поймёте, что вам нужно больше, чем эти самые 2 литра воды, потому что, ну, у вас просто больше веса, да. Таким образом это работает. Теперь самый важный момент, потому что одно дело знать, что нужно пить воду, другое знать, что сколько воды нужно пить. Это на самом деле тоже очень хорошо. Но как это реализовать? Потому что многие иногда слишком так очень вдохновляются и начинают пить сразу много воды. И сталкиваются, к сожалению, с неприятной симптоматикой. Потому что, когда мы резко увеличиваем объём воды, то, естественно, наш организм, который не привык к тому, что мы пьём столько, сколько нужно воды, может ответить на это от просто дискомфортного, да, более частого посещения туалетной комнаты, вплоть до того, что будет подниматься давление и может как реакция появиться отёчность. Нам, конечно же, таких побочных эффектов совсем не нужно. Мы хотим привести количество воды до необходимого максимально комфортно и безопасно для себя и своего здоровья. У меня есть отличная просто отработанная схема, в том числе она подходит для людей, у которых есть проблемы с гипертонией, то есть с повышенным давлением, и также для людей, которые страдают отёчностью. Как нам увеличить? Мы поняли, вот разберём наш пример, да, 80 килограммов человек весит, это 2 литра. И мы понимаем, что нам нужно вот для того, чтобы, да, наш организм работал, чтобы мы ему помогли, естественно, да, нам нужно пить 2 литра. Но если вы сегодня пьёте литр, да, а завтра уже пьёте 2, как я сказала ранее, будут неприятные последствия, а мы от них хотим как бы отгородиться. Значит, мы берём и действуем максимально просто и эффективно, как и всегда. То есть у нас есть вот как понять, сколько воды ты пьёшь. Это сделать очень просто. Берём дома какой-нибудь, я не знаю, графин, у которого есть риски, чтобы можно было понять, сколько воды было и сколько выпито, да, в течение дня. Берём там пластиковую бутылку объёмом литр-полтора. То есть любой сосуд, который мы можем измерить, да, и понять, сколько воды было выпито. И первый день мы ничего ещё не делаем, мы просто измеряем, сколько вот в своём привычном ритме, в своём привычном режиме жизни и так далее, по жажде никак себя не заставляя, сколько вы выпиваете. И вот, допустим, в моём примере человек понимает, что весит он 80 килограммов, пить ему надо 2 литра, но сейчас вот он измерил, посмотрел, сколько в течение дня выпил воды, и получилось всего литр. И тут расстраиваться не нужно, тут нужно действовать. То есть наша задача просто и безопасно прийти к нужному объёму. Вот у нас есть литр, и значит мы берём, добавляем к литру всего 100 миллилитров воды. То есть с завтрашнего дня человек начинает пить не литр каждый день, а 1 литр и 100 миллилитров. То есть это полстаканчика, это очень-очень малый объём. И таким образом, в следующие 3 дня объём выпиваемой воды у нас становится не литр, а литр 100. И так мы делаем 3 дня. 3 дня у нас эти завершились, и дальше мы опять, 3 дня прошло, мы добавляем всего лишь маленькие 100 миллилитров. То есть мы уже следующие 3 дня пьём не литр 100, как ранее, а пьём литр 200. И опять пьём 3 дня литр 200. 3 дня у нас прошли, наш организм адаптировался, потому что это очень маленький объём. И следующие 3 дня мы уже пьём не литр 200, а литр 300. И таким поступательным, аккуратным, максимально безопасным для здоровья движением мы приходим из вот этой точки, я пью 1 литр и не могу пить на следующий день 2, а это на самом деле так, до того, что я постепенно, аккуратно, безопасно прихожу к тому объёму воды, который мне нужно выпивать, для того, чтобы мой организм работал в здоровом формате. Потому что вплоть до того поступают такие вопросы, Маша, я хочу похудеть, но я не пью воду, можно я буду худеть без воды? Ну, на самом деле, как жить, быть и снижать свой вес, каждый взрослый человек решает сам. Но поскольку я, естественно, за то, чтобы люди были не только без лишнего веса, но и были здоровыми, то в первую очередь нужно понять, что 60% нашего тела – это вода. И когда нет нормального функционирования нашего организма в целом, то и ни о каком здоровом снижении веса в частности, ну и вообще ни о каком здоровье, естественно, речи быть не может. Поэтому мы подходим к этому, к снижению веса здоровым способом системно. И обязательно, вот прямо сейчас ещё раз скажу, обязательно налаживаем свой питьевой режим. Потому что многие потом, да, кто вот у меня на курсе там или в клубе, девочки, они пишут, Маша, я никогда не думала, что смогу пить воду, я всегда боялась пить воду, потому что я думала, что у меня там будет какая-то ужасная отёчность и так далее. Но отёчность прошла, я себя лучше чувствую, я лучше выгляжу, и теперь у меня появилась жажда. То есть это вот как раз-таки и является результатом той самой работы по максимально простой схеме. Сейчас, конечно же, я отвечу на часто задаваемые вопросы о воде, или миф их, наверное, даже можно назвать. Итак, можно ли пить воду во время приёмов пищи? Или есть там какие-то рекомендации, не знаю откуда, но есть, да, интернет ими наполнен. Пить воду там за 40 минут до еды, а потом во время еды и после еды пить нельзя, только там 40 минут опять ждать и так далее. На самом деле, ну якобы там разбавится там желудочный сок, ферменты и так далее и тому подобное. На самом деле, наш желудочно-кишечный тракт и наше пищеварение на самом деле работает совсем не так. Ну, не настолько схематично, как нам представляют, да, или как мы думаем. Вот, и когда вы во время еды, там до еды, после еды выпиваете стакан воды, то эта вода не задерживается, да, в желудке, где происходят там первоначальные процессы, да, там переваривания вашей пищи. Она, вода спокойно, свободно проходит дальше, но если вы не пьёте воду, то вы наоборот усложняете процесс переваривания. Почему? Потому что, допустим, в нашем меню, ну просто элементарно, да, по рекомендации Всемирной Организации Здравоохранения, должно быть достаточное количество фруктов и овощей на постоянной основе. А фрукты и овощи – это клетчатка, клетчатка, которая как губка впитывает воду. И, соответственно, если съесть салат и не пить, да, достаточное количество воды, то мы как неприятный результат получим просто вздутие. Потому что для того, чтобы это всё нормально переварилось, клетчатка превратилась в шикарное желе, которое нужно для нашего здорового пищеварения, то мы убираем один из составляющих элементов, то есть воду, и ничего так, как нужно, не работает. Поэтому очень важный момент – воду пить можно независимо от приёмов пищи, то есть даже во время еды, если хочется. Но если вы делаете себе, допустим, перекус – это овощной салат, это какой-то фрукт вы съели, яблоко, грушу, банан, всё что угодно, нужно обязательно выпить стакан воды, чтобы как раз-таки та самая клетчатка, которая содержится в больших количествах во фруктах и овощах, эту воду набрала, она хорошо переварилась, и одновременно с этим, благодаря набуханию этой клетчатки у нас, мы получаем сытость. То есть мы понимаем из этой информации, что на самом деле нужно наоборот пить воду, для того, чтобы наш организм хорошо работал, и в том числе наше пищеварение. Никоим образом употребление воды не влияет. И сейчас, конечно же, у многих возник вопрос – Маша, ну почему тогда везде-везде всё это пишут? На самом деле ответ максимально простой, потому что если сказать людям, ну пейте просто воду, потому что это вот так работает, это кажется скучным, да, ну слишком просто, чтобы быть правдой, да, и хочется, конечно, какие-то такие серьёзные, да, надстройки, что вот нужно специально там какие-то вот введённые для этого часы и так далее употреблять воду. На самом деле это не так. Следующий вопрос, который часто бывает, это до какого времени, да, в течение дня можно пить воду? Потому что по-прежнему многие боятся отёчности. Итак, воду в основном, да, основной объём, да, в течение дня лучше выпивать до 19-20 часов, и это не столько связано с отёчностью, да, которая практически сходит на нет при достаточном употреблении воды, если нет каких-то других, да, заболеваний, которые могут влиять на появление отёчности. Но это больше связано с тем, чтобы вы в ночное время хорошо спали, а не постоянно посещали, да, туалетную комнату в связи с тем, что вы просто вечером, да, перед сном выпили слишком много воды. Хотя это и неплохо, но лучше как бы крепче спать. Дальше, следующий вопрос. Тоже самый часто задаваемый. Маша, я начала пить воду, и теперь я ночью стою в туалет. На самом деле, для взрослого, здорового человека абсолютным вариантом нормы является вставать в туалет ночью 1-2 раза. Вот, если, да, звёздочка, как всегда, если у вас нет других симптомов, да, там, резий, там, температуры и так далее, то есть, если вы просто встали, сходили в туалет, легли дальше спать, всё отлично. И, конечно же, вначале вы ещё можете столкнуться с тем, что ваш организм на постоянной основе получал меньше воды и теперь стал получать больше. И такая компенсаторная реакция будет это то, что вы начнёте чаще посещать туалетную комнату, так работает организм. Потом он поймёт со временем, что, ага, вода будет поступать в таком объёме постоянно, значит, мне её как бы не нужно там не запасать, не выводить быстро, а я могу все вот эти вот объёмы спокойно, ну, максимально просто, да, объясняю, использовать в своей работе. И тогда более такое частое мочеспускание, оно в среднем в течение от одной, да, вот времени занимает, от одной до четырёх недель, оно приходит вот к обычному такому режиму, то есть опять наш организм адаптируется к новым условиям. И хоть это хорошие, здоровые условия, но в любом случае нашему организму нужно время для того, чтобы адаптироваться. Также сейчас хотела вам сказать, что по поводу качества воды, да, также часто бывают вопросы, потому что, Маша, там у вас какая-то плохая вода. На самом деле, да, это зависит от того, где вы живёте, потому что, когда я жила в России, я всегда пила воду только... У нас сначала был фильтр кувшин, но потом, когда мы начали, да, снижать свой вес, вести здоровый образ жизни, естественно, стали пить намного больше воды, в том числе и дети. И тогда мы пришли к тому, что для нас самое простое решение – это установить такую систему с краником. То есть ты открываешь краник, и тебе сразу отдельный такой льётся чистая фильтрованная вода. Да, допустим, если кто-то живёт там один, а там, не как у нас, там четверо человек, да, то удобнее и, наверное, экономически более обоснованно будет приобретение фильтра кувшина. Здесь, кстати, вот у нас в Сербии я пью просто воду из-под крана, потому что она очень чистая, и это, конечно, очень приятно. Но в любом случае решение всегда есть, если мы хотим его найти. То есть если вы понимаете, что у вас, к сожалению, да, в той местности, где вы живёте, нет возможности пить чистую воду из-под крана, то мы просто либо приобретаем фильтр кувшин, либо устанавливаем, да, какую-то фильтрующую систему в зависимости от ваших, да, там, и финансовых ресурсов, ну и от того вообще, сколько вам этой воды чистой нужно в день. То есть ещё такой момент. Маша, можно ли пить минералку? Ну, естественно, не просто минералку, нам всем хочется пить, а газировку. На самом деле, если честно, минералка – это не самое лучшее, что может случиться, газированное, да, сейчас мы говорим, но поскольку я не знаю, сколько времени пила постоянно различные газированные напитки, то для меня вот такой на первое время, да, заместительной терапией стало то, что я и шла, допустим, летом, да, вместо бутылки какого-то там привычного лимонада, чая и так далее, я брала себе бутылочку, там, минеральной воды с газами боржоми. То есть, когда мы выбираем минеральную воду, если мы хотим выпить газированную, то, в принципе, сейчас есть маркировка, и можно выбрать, есть сильно газированная, есть средне газированная, есть слабо газированная. Ну, естественно, хотя бы брать средне газированную, ну и опять не чаще, там, двух-трёх раз в неделю. Это стоит себе позволять. Со временем просто не возникнет желания, потому что мне сейчас пить газированную воду как-то вообще неприятно, и абсолютно этого не хочется. Потому что именно с водой я постоянно делала одну и ту же ошибку. И, ну, не зря же я весила 120 килограммов. И, конечно же, я хочу, чтобы вы, да, не совершали каких-то ошибок, не тратили своё время, не тратили своё здоровье, не тратили свои ресурсы на то, чтобы не снижать свой вес здоровым образом. А, наконец-то, поняли, что действительно можно абсолютно безопасно, комфортно снижать свой вес без диет. Напоминаю, что у нас к этому второму уроку интенсива есть задание. Это каждый и каждая себе рассчитает норму воды. Напоминаю, да, мы берём количество килограммов и умножаем на 25 миллилитров. И дальше следующая часть задания. Это мы измеряем, сколько мы пьём сейчас воды, и составляем для себя схему, добавляя по 100 миллилитров воды каждые 3 дня. Это поможет максимально просто и эффективно прийти к нужному уровню употребления воды. Теперь, сегодня мы с вами увидимся в моём телеграм-канале в прямом эфире в 18 часов по Москве. Так что до встречи! Всех люблю, всех целую! Субтитры сделал DimaTorzok